День уважения, курс на целевое и денежный бонус. Минздрав сообщил об увеличении размера доплат медработникам. О каких суммах речь? Конвейер качества Бобруйский завод растительных масел претендует на самую желанную награду 2024. Рапсовое масло является нашим национальным продуктом. В чем польза золотистого? Донести посылы Народного Вечи. Делегаты 7-го Всебелорусского собрания встречаются с трудовыми коллективами. Они были готовы к этой встрече. Кто в ответе за страну? Христос воскрес, православные верующие празднуют Пасху. Самый любимый праздник. О чем говорит Священное Писание? От фламенко до хип-хопа гимназия колледж искусств отмечает знаковую дату. Люди любят искусство, которые двигают искусство. Как поздравили учреждения? Укол вреда, массовая отставка и пресса под прессом. В Европе растет беспокойство по поводу безопасности журналистов. Чего боятся репортеры? Внимание к чернобыльским регионам Александр Лукашенко на неделе посетил Костюковичи. Визит президента начался с контроля за выполнением программы развития Юго-Востока Беларуси. Ведь ни для кого не секрет, регион находится на особом контроле главы государства. Так было анонсировано большое летнее совещание в Климовичах. Когда-то мы принимали программу развития как раз Юго-Востока Могилевской области. Договорились, что в конце июля, начале августа в Могилеве мы пригласим ответственных и спросим уже за то, как вы ее реализовали. Так губернатор мне говорит, ну надо было дальше туда продлить. Это льготы, преференции, это в конце концов деньги, но я абсолютно не против, но надо посмотреть, что же вы сделали из того, о чем мы договаривались. Если сделали, значит будем двигаться вперед. Пристальное внимание за ходом посевной. Для дальнейшей заготовки, кормов, сев, кукурузы и особенно бобовых аграрии должны завершить к 9 мая. Говоря о Костюковичском районе, белорусский лидер потребовал исключить бесхозяйственность. Качественная мелиорация – залог новых площадей. Не осталось без внимания и местное население. От оценки работы автолавки до культурной части. Александр Лукашенко пообщался с жителями и выразил свою признательность за любовь к малой родине, а также анонсировал возможное строительство второй атомной электростанции на востоке Беларуси. Финансовый плюс, экономическая страна и знаковый юбилей. Профсоюзному движению Беларуси исполняется 120 лет, что достигнуто за это время. Громкие итоги недели дали в специальном обзоре. В экономике Беларуси заняты 4 миллиона 152 тысячи человек. Это 45% от общей численности населения. Средний возраст работающих мужчин и женщин – 42 года. Номинальная начисленная зарплата превышает 2161 рубль. Рост за год более чем на 19%. Топ самых высокооплачиваемых отраслей – информация и связь, страхование и научно-техническая деятельность. Минздрав сообщил об увеличении размера доплат медицинским работникам. Среди главных изменений введение надбавки в 30% оклада для врачей-специалистов и среднего персонала в межрайонных и межрегиональных центрах. Не обделят и фельдшеров выездных бригад скорой помощи. Для них предусмотрены выплаты до 160%. В 2024-м профсоюзному движению Беларуси исполняется 120 лет. Сегодня трудовые объединения представляют интересы практически 4 миллионов граждан. По словам председателя Федерации профсоюзов Юрия Синько, одна из важных задач – усилить стимулирование более качественного труда. Вторая, не менее значимая составляющая – необходимость постоянного повышения квалификации. В Беларуси ко Дню Победы ветеранам произведены выплаты на сумму свыше 10 миллионов рублей. Матпомощь получили уже более 8 тысяч человек. Такая господдержка оказывается ежегодно по решению главы государства. Размер выплат зависит от категории участников и их военных достижений в период Великой Отечественной, который варьируется от 1 до 4 тысяч рублей. Минобор утвердил количество места для получения высшего и среднего специального образования на условиях целевой подготовки. Информация для конкретных специальностей будет размещена на сайтах вузов. Для участия в конкурсе абитуриенту необходимо заключить договор с организацией-заказчиком. Приемная компания целевиков пройдет. Подача документов с 27 июня по 2 июля. Проведение вступительного испытания с 4 по 10. Зачисление по 12. Золотая история. Бобруйский завод растительных масел держит марку уже 126 лет. Уникальное предприятие обогащает полезным продуктом миллионы людей во всех уголках мира. Наша съемочная заглянула за кулисы ароматного производства. С золотистым оттенком качества. Дериха, Рафини, Купашев, Повар, Бобруйские бренды масел занимают почетное место на столах у миллионов белорусов. Завоевывать любовь потребителей позволяет скрупулезный контроль на каждом этапе производства. За результат спросят с аттестованной лаборатории. Начинается все с отбора проб. Затем проба поступает. Лаборант приносит ее в комнату для разбора образцов. Делаются анализы для определения качества сырья. Чем качественнее сырье, тем качественнее будет готовая продукция. Лаборатория оснащена всем испытательным оборудованием и средствами измерений. Как по маслу работа на заводе отлажена без сучка, без задоринки. От пристального взгляда квалифицированных специалистов не ускользает ни один физико-химический показатель. Маслянистость, влага, отсутствие определенных веществ, примеси и широкий спектр наблюдений – гарант сохранности полезных элементов. Рапсовое масло является нашим национальным продуктом. Производится из сырья, выращенного на территории нашей республики. То есть это продукт полезный для белорусов, так как ученые доказали, что наиболее интересны и полезны в пищевом плане те продукты, которые произрастают на территории проживания людей. Бескрайние желтые поля – белорусская кладезь витаминов. На Бобруйском заводе растительных масел вкусный акцент делают именно на рапсовом золотистом. Экологически чистый продукт переливается благоприятными оттенками, нормализует состояние кожи, повышает остроту зрения, снижает холестерин и даже способствует похудению. Рапсовое масло – это растительное масло, которое состоит из ненасыщенных жирных кислот и жирных кислот. Ненасыщенные жирные кислоты, они являются очень полезными, они не синтезируются в организме человека и их необходимо получаются непосредственно с продуктами питания. В масле рапсовом содержится линолевая, линоленовая и олеиновая кислота. В простонародье это известно как омега-3, омега-6 и омега-9. Продукт славится не только пользой, еще один конек – универсальность. Рапсовое масло подходит для приготовления любых блюд – от заправки салатов до добавления в тесто. Приятный мягкий вкус и аромат готов венчать любой шедевр кулинарии. Хозяйки в унисон подтверждают вкусные факты. Бобруйский завод растительных масел гордится не только качеством продукции, отвечает на вопросы импортозамещения. На конвейере производства масла для фритюра новинка активно используется на кухнях заведения общественного питания. Сейчас очень популярно у нас жарко во фритюре. Белоруссия уже производит свой фритюрный картофель, и мы тоже не стоим на месте. У нас есть в линейке новое масло, именно масло для фритюра. Масло со специальными свойствами, которые не позволяют ему пениться во всех фритюрницах для производства картофеля фри и других продуктов. Бренд Бобруйска не просто гордо зияет на полках магазинов Синеока и пользуется активным спросом чуть ли не в каждом уголке мира. Основной поток товара отправляется в Израиль. Страны Европы активно осваиваются рынки дальней дуги Китая в приоритете ритейл Беларуси. Мы работаем с организациями Белкоопсоюза, обеспечиваем индивидуальных предпринимателей магазины шаговой доступности у дома. То есть стараемся максимально охватить все возможные направления по сбыту своей продукции на территории республики. По нормам ГОСТа в год качества у уникального предприятия грандиозные планы. Заявка на присвоение самой громкой награды 2024-го знака качества. Более чем вековая история завода растительных масел. Энтузиазм, профи своего дела, развитие в ногу со временем, вкусный шанс на победу. Елизавета Липеева, Роман Костюков, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. Время выбрало нас. Председатель Горсовета депутатов, делегат ВНС встретилась с трудовым коллективом Бобруйск-Агромаша. Ирина Рынейская обратила внимание на роль функции и состав высшего представительного органа народовласти. Рассказала о ключевых аспектах развития общества и страны, а также подробнее остановилась на концепции национальной безопасности и военной доктрине. Это два основополагающих документа, регламентирующие подходы государства к обеспечению собственной безопасности в различных сферах с учетом геополитических изменений в мире. Сегодня работали в трудовом коллективе одного из ведущих предприятий нашего города, Бобруйск-Агромаш. Обсуждены очень важные темы. Коллектив воспринимал эту информацию с особым интересом. Было видно, что они были готовы к этой встрече. Это значит, уже ознакомились с материалами, из средств массовой информации, вероятно. Ну и по окончании встречи работники предприятиями имели возможность задать личные вопросы. Что касается полномочий делегатов, они определены конституционно, сохраняются на протяжении пяти лет. Все это время предстоит отстаивать интересы страны и народа. Православные отмечают светлый праздник Пасхи. Это главное торжество литургического рода всех христианских конфессий. В основе лежит евангельское повествование о воскресении Иисуса Христа, распятого на кресте. Потоки прихожан устремлялись к храмам еще с раннего утра субботы. О чуде из чудес Никита Швайковский. В ночь с 4 на 5 верующие встретили главное христианское событие. Все храмы города заполнились тысячами горожан. В Свято-Никольском соборе в полночь под праздничный звон колоколов начинается крестный ход. Вместе с духовенствами прихожанами возглавляет его епископ Бобруйский Быховский Серафим. Сразу после благовест сообщается главная весть. Христиану воскресенье! Христиану воскресенье! В храме духовенства в красном облачении, как символ любви Бога к роду человеческому. В этот поясневеликий день, когда добро победило над злом, божественные литургии в церквях пропитаны благодатью и радостью. Бобруча не счастлива разделить воскресенье Христова с родными и близкими. Христос воскресенье! Христос воскресенье! Священнослужители в эти дни нарасхват. Они подчеркивают сегодня не освящение, а благословение верующих и угощение на вкушение после поста. Даже ночью около храмов выстраивается очередь из желающих. С собой куличи, крашеные яйца, соль. С детьми пришли посвятить Пасху. Малышка первый раз пришла. Праздник светлый. Светлого праздника всем вам. Самый любимый праздник. Я всегда прихожу сюда со своими детьми, но сегодня только с сыном получилось. Да, все. Вчера готовили. Вот яйца. Разными, видите, вариантами. Наш любимое мясо. Вот мы так запекаем. Сейчас такое современное время. У кого-то есть время пятого числа, в день Пасхи подойти. У кого-то есть возможность сегодня подойти. Но это праздник темный, наши руки. И правда. Пасха. День для объединения, семей за столом, для прощения друг друга, ежесекундной радости. Славить Христа верующие будут на протяжении 40 дней. Ровно столько времени он был со своими учениками. Впереди у 5 миллионов православных праздничная неделя, которая каждый день будет называться светлым. Никита Швайковский, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. Акулы-пера в Беларуси отмечают День печати. Все самые свежие новости жители узнают из газеты «Бобруйское житё». Уже 105 лет она держит руку на пульсе. Оставаться в топе помогает профессионализм сотрудников. Именно благодаря журналистам, которые, не жалея сил, отдают себя работе, издание продолжает радовать бобруйчан интересной и качественной информацией. От всей души поздравляю дорогих и уважаемых коллег с нашим профессиональным праздником. Хочу сказать огромное спасибо каждому, кто ежедневно трудится, не жалея сил и времени на благо нашего информационного агентства «Бобруйск.Медиа», и в частности газеты «Бобруйское житё» и «Трибуна прации». Для меня огромная честь быть частью команды, и я уверена, что вместе нам покориться далеко не одна вершина. Сегодня «Бобруйское житё» наряду с районной газетой «Трибуна прации». Радио «Зефир-ФМ» телеканалом «Бобруйск-360» и сайтом «Боберлайф» освещает общественно-политическую, экономическую, культурную жизнь города. Несмотря ни на какие преграды, информагентство «Бобруйск.Медиа» уверенно идет к своей цели – радовать аудиторию качеством, объективностью и профессионализмом. Изящные па и плавные движения. Бобруйская гимназия «Колледж искусств» отмечает знаковую дату. 35 лет в стенах учреждения развивают таланты в танцах и сценическом мастерстве. За празднованием именин следил Роман Костюков. В ритме танца. Говорят, искусству нельзя научиться. Его можно постичь только с врожденным талантом. Тезис громкий, но вот уже много лет одно из самых топовых бобруйских учебных заведений работает над тем, чтобы эту мысль развеять. 35 лет учреждение работало для того, чтобы действительно в нашей стране было больше людей, которые разбираются в искусстве, которые любят искусство, которые двигают искусство. Очень много сегодня приедет выпускников на наш концерт, вспомнить, как они были на сцене, как они переживали свое обучение, а также очень много родителей. Человек место красит. Для преподавателей и их учеников гимназия-колледж стали не просто местом работы и учебы, а неотъемлемой частью жизни. Бесчетные репетиции, удачи и ошибки, взлеты и падения – все это наполняет историю учреждения. Я в профессии 36 лет, и я вам скажу, что каждый год это нравится, потому что это не самая легкая работа, но она настолько интересная, что очень трудно заниматься этим, и чтобы оно было не в радость. То есть это дети, это интересно, это хореография, это всегда красиво, результат потрясающий, и ты этому радуешься, конечно, это здорово. Танец для меня – это все, это моя жизнь. Я работаю 30 лет в гимназии-колледж искусств. Люблю очень свою работу, очень ценю свою работу. Ну и обожаю своих учеников, студентов. Знаковые даты всегда нужно отмечать ярко, тем более в таком творческом обители. Спектакль Дроссельмейер «Возвращается» или «Человек из ниоткуда» включил в себя более десятка незабываемых хореографических номеров. Цветовое сопровождение, оригинальные костюмы, плавные движения, уникальная подача. На сцену в этот вечер вышли под 300 артистов. Поздравить и отметить заслуги. Для города колледж давно стал кузницей талантов. Учащиеся и выпускники прославляют Бобруйск на всю страну и за ее пределами. Теплая слова рабочему коллективу и их подопечным вместе с почетными наградами адресовал председатель Бобруйского городского совета депутатов. 35 лет прошло с момента основания учреждения образования гимназии-колледжа искусств города Бобруйска. И сегодня можно с уверенностью сказать, что жизнь нашего города без этого учреждения невозможна. Потому что гимназия-колледж искусств сегодня – это бренд города Бобруйска. И спасибо вам за это. Сколько человек прошло через стены заведения, столько же остается и любви в их сердцах. Для всех ценителей искусства это место всегда будет оставаться чем-то сродни магниту. Как бы далеко не уходил творческий путь артистов, они всегда будут помнить и тянуться туда, где все начиналось. Роман Костюков, Никита Швайковский, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. Миссия не затонуть, ленивая страна и смертельный приговор. Британо-шведская вакцина от ковида может спровоцировать тромбоз. Какие последствия? Далее громкие заголовки мировых новостей. В крупнейших американских компаниях массово увольняют сотрудников. Амазон, Гугл, Мета, Тесла сокращают расходы, опасаясь новой волны рецессии мировой экономики. С начала года без работы остались около 120 тысяч специалистов IT-отрасли. Также немаловажный фактор, который повлиял на стремительные отставки – искусственный интеллект, активно распространяющийся в различные отрасли. Британо-шведская фармацевтическая компания подтвердила, ее вакцина от ковида может спровоцировать тромбоз. Признание было озвучено в ходе разбирательства группового судебного иска, в котором десятки семей утверждают, они или их близкие были покалечены дефектным уколом здоровья. По некоторым делам компенсация ущерба может дойти до 20 миллионов фунтов стерлингов. В Европе растет беспокойство по поводу безопасности журналистов. Тревожная ситуация наблюдается почти во всех странах-участницах Евросоюза. В отношении работников СМИ зафиксированы случаи угроз, запугивания, слежки и насилия, а также ограничения свободы выражения мнений и доступа к информации. В прошлом году корреспонденты из Франции, Германии, Греции и Италии подверглись физическим нападениям, а в Венгрии и Словакии столкнулись с грубыми оскорблениями со стороны местных политиков. Почти половина городских земель Китая стремительно тонет. Ученые бьют тревогу. Без должного вмешательства площадь ниже уровня моря может увеличиться втрое, к 2120 году, что повлияет на жизнь до 128 миллионов человек. По словам экспертов, проседание приводит к появлению трещин в земле. Оно наносит ущерб зданиям и гражданской инфраструктуре, а также повышает риск наводнений. Немцы оказались лентями. По рейтингу известного агентства жители Германии перестали быть самыми трудолюбивыми в Европе. Пивная страна упала на пятое место с конца по числу рабочих часов на человека за год среди стран ОСР. Местные эксперты указали на две причины – высокий уровень процветания государства и налоговая система ФРГ. Лидирующую позицию присвоили себе Новая Зеландия, Чехия, Австралия, Польша и США. Такими уходящие семь дней увидели корреспонденты Бобруйск-360 и я, Юлия Евтушенко. Новая неделя, новые итоги. Увидимся! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова